КОНЕЦ 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 Даже рассказывая вот так, вкратце, о каждом предмете из своей коллекции, он потратил бы не менее суток. У Питера Гроппа больше тысячи шедевров в собрании, но договор был, что мы спускаемся в этот полусейф-полубункер всего на пять минут, поэтому гостеприимный хозяин спешит показать главную жемчужину из своих приобретений. Вот бриллиант моей коллекции. Цветущее яблоко. Спекдотч. Это необычное яйцо секретов. Это шкатулка для драгоценностей. Такое могли себе позволить только избранные. Хранить бриллианты в таком ладце – это был шик. Чтобы выкупить на аукционе эту шкатулку, Питеру Гроппо пришлось отдать все, что у него было, и даже немного занять. Я помню, что тогда это была колоссальная сумма, 96-й год. Миллион и 400 тысяч швейцарских франков. По курсу этого дня в американских долларах это больше трех миллионов. В середине 90-х позволить себе заплатить такие деньги на аукционе могли действительно единицы. Сегодня за яблоню в цвету Питеру Гроппо предлагали 20 миллионов евро. Но коллекционер распорядился иначе. Ценитель русского ювелирного мастерства решил, что этот шедевр более никогда не покинет пределы Лихтенштейна. Дал его в Национальный музей. За какую сумму приобрел в 2004 году Виктор Виксельберг свою коллекцию, до сих пор тайно покрытая мраком. В самом начале эксперты предполагали, что оценочная стоимость уникального собрания – порядка 100 миллионов долларов. Сегодня звучит цифра в 240, в 260. Но в чем секрет Фаберже? Что такого сделал мастер, чего не мог повторить даже прославленный кортье? Карл Фаберже экспериментировал и с материалами. Ему удалось расширить палитру оттенков золота с 4 до 7. Это был лишь один из его секретов. Карл Фаберже постоянно искал что-то новое. Причем он был очень чутким к веяниям времени. И с распространением моды, например, на табакокурение. Начал широко выпускать портсигары. С появлением портативных фотоаппаратов резко возрос, возросло производство. Рамок для фотографий на его производстве. Шире распространилось электричество. Он, помимо механических звонков, начал выпускать электрические. Шедевры этой коллекции неприкосновенны. Но в порядке исключения сотрудники музея согласились привести в действие механизмы пасхальных яиц. Вот, можно услышать, как поет петушок на так называемом лавровом дереве. А вот любимое яйцо императрицы Марии Федоровны – ландыши. Внутри него скрываются портреты императора и двух его любимых дочерей – Ольги и Татьяны. А вот яйцо с названием Орден Святого Георгия. Его выпустили в честь награждения цесаревича Алексея одноименной медалью. Здесь в качестве секрета скрыты портреты самого наследника престола и его отца, императора Николая II. Фаберже носил звание личного мастера Его Величества, потому и пасхальная коллекция называется «Императорской». Никто, кроме главы государства, не мог иметь подобные украшения. Романам не очень нравилось, чтобы кто-то имел то, что имеют они. Впрочем, в знак расположения император позволил нескольким особым, отличившимся перед престолом, заказать подобные сокровища. На ювелирную империю Карла Фаберже в начале XX века работали лучшие мастерские по всей России. Камнерезы были исключительно с Урала. Из 30 работавших на этой фабрике мастеров, ведущими мастерами были выходцы с Урала. И поэтому в наиболее интересных изделиях фирмы Фаберже камнерезных мы видим явные уральские приемы. Это сферы из горного хрусталя, которые можно увидеть в часах в глобусе. Причем механизм часов соединен с осью глобуса, идут часы, вращается глобус, а на золотом циферблате также нанесены цифры, и можно определить время в каждой части света. Кроме того, использовались и распространенные на Урале печати, вырезанные в форме бюстов. За 70 лет советской власти, когда настоящее ювелирное дело оказалось загнанным в подвалы, многие из традиций и секретов были утеряны. Но, как оказалось, не навсегда. Сегодня уральские мастера камнерезы продолжают дело, начатое при великом русском ювелире. Им есть чем похвалиться и что показать миру. А ведь начинать приходилось фактически с нуля. Истоки объемной мозаики идут еще от Карла Фаберже, Дениса Уральского. Продолжатели, современники были Коноваленко. Ну и много современных мастеров, которые эти традиции возрождали. То есть мы стояли тоже у истоков современного возрождения данной темы. Потому что все знают, кто такой Карл Фаберже, но никто не знает, кто может делать подобные вещи. То есть мы начали этим заниматься уже больше 20 лет назад. Очень много новых технологий появилось. Применили свои идеи, свои фишечки. То есть у нас вещи отличаются уже абсолютно на другом уровне, другого качества. При помощи инструмента современного, при помощи ноу-хау. Секреты ювелирного мастерства сегодня изучают в Московском колледже имени Карла Фаберже. Имя Карла Фаберже было присвоено колледжу. Именно тогда он был еще лицеем декоративно-прикладного искусства. В 1998 году по ходатайству правнучки мастера Татьяны Федоровны Фаберже. За профессионально выполненные работы в стиле Фаберже, которые представлены в нашем музее ювелирного искусства. И за сохранение традиции русской ювелирной школы. То, что делают наследники великого мастера в рамках учебной программы, говорит само за себя. Выпускники колледжа ценятся на рынке. А попасть сюда мечтают сотни молодых людей. В целом по колледжу 62% сразу идут на предприятие. 40% идут продолжать обучение в ВУЗе. Но в том числе среди тех, кто идет продолжать обучение в ВУЗе, они занимаются, скажем так, индивидуальной предпринимательской деятельностью. То есть, например, делают какие-то изделия на заказ или занимаются дизайн-проектированием, в том числе в 3D. Наталья Сергеевна уверена, новое поколение российских ювелиров способно повторить историю Карла Фаберже. Ведь многие из них уже добиваются успеха и у себя на родине, и за рубежом. Они нам приносят грамоты, или благодарность, или какие-то фотографии. А эти выставки проходят заочно где-то в Перми или даже за рубежом. Это иногда бывает очень интересно. Сейчас молодежь максимально открытая и очень мобильная, профессионально очень гибкая. И это очень радует, кстати говоря. Имя Петра Аксенова сегодня широко известно за рубежом. Его украшение оценится как изысканная роскошь. Сам художник признается, его вдохновляют шедевры старой русской ювелирной школы. Фаберже, естественно, является таким оплотом, наверное, основой ассоциации с Россией, такого ювелирного искусства. Ну, такие вещи уникальные, которые он создавал, действительно нет аналогов в мире, никого другого, кто бы мог именно ювелирные делать предметы подарков, рамочки, статуэтки. То есть это вот чисто вообще было развито в России. Украшения Петра Аксенова выполнены в русском стиле. Яйца, снежинки, перья жар птицы или императорская тема с коронами и вензелями. Его лозунг – традиции, но не консерватизм. Как и Карл Фаберже, Петр Аксенов – экспериментатор. То есть вот как бы я считаю, что если мы смотреть вперед, смотреть на развитие нашего ювелирного рынка в мире, то как раз-таки использование, может быть, каких-то наших природных камней с камнями очень высокого класса, может быть, на самом деле, какой-то такой вот истории, который никто не делал, но это будет какая-то вот такая вот наша особенность. На удивление, сегодня русский стиль востребован не только в Европе. Арабские принцы и шейхи сотнями покупают для себя и своих возлюбленных украшения русского мастера Петра Аксенова. Если говорить про какие-то направления, куда мы отправляем ювелирные изделия, то есть это и, может быть, и Дубай, и Катар. Мировое сообщество признало – ювелирное дело в России постепенно возвращается на тот уровень, который был задан великим Карлом Фаберже. А его прежние работы с каждым годом становятся все дороже и дороже. За сто лет цена на некоторые из них выросла в несколько тысяч раз. Согласно архивным документам, яйцо Ротшильдов в 1902 году оценивалось в 6500 рублей. Приличные для того времени, но вовсе не безумные деньги. В 2008 году оно было куплено за 12 миллионов долларов. Аукционный дом Сотби и Кристи удвоил штаты своих сотрудников. То есть они уже рыскают по всему миру с большей такой охотничьей хваткой. Побольше, побольше, побольше. Именно в этот кризисный момент, когда все обесценивается, цена всего вечного, бесценного становится все больше и больше. Сегодня самым дорогим считается коронационное яйцо. То самое, в котором спрятана карета. В 2004 году, в числе прочих работ Карла Фаберже, оно вернулось в Россию. Распродав когда-то за бесценок, сегодня Россия возвращает себе утраченные реликвии. Из 54 яиц императорской пасхальной коллекции, в Москве и Санкт-Петербурге, сегодня находятся 24. Следом за Россией, крупнейшим владельцем шедевров Фаберже является США – 11 яиц. В Великобритании всего три, в Монако – одно. Сегодня трудно представить, что хоть кто-то из их обладателей решится выставить шедевры русского ювелирного мастерства на продажу. Они, по сути своей, бесценны. Но коллекционеры продолжают надеяться, что когда-нибудь в будущем их удастся, если не выкупить, то хотя бы поторговаться за эти уникальные сокровища мировой культуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok